Илья, тут же мягко надо. Контанда, ты же видишь? Мама, ну какое контанда? Пальцы вообще не слушаются. У нас дома в морозилке и то теплей. Ничего, надо постараться. Ладони потри, подыши на пальцы. Может, проще вставить новые окна? Ага. Сейчас зарплату получу и сразу вставлю во всей школе. Мам, ну у нас же через неделю концерт. Как тут играть-то? И что ты предлагаешь? Можно спросить у папы и у... Нет. Понятно. Раз тебе все понятно, давай еще разок. Со второй части. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Дэд, это же мрак. Это не мрак, Оля. Это наш с тобой дом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Елена Николаевна, с этим надо что-то делать. Да? И что предлагаете? Не знаю. Жаловаться куда-то, писать. Пишите. Я вам могу и бумагу одолжить, и ручку пишите. Елена Николаевна, правда, не слышно ведь ничего. И трещины у нас тут по всем стенам. Страшно работать. А если что-то с детьми? Стоп. Вы же знаете, что я уже везде была и написала десяток этих самых жалоб. А что толку? Их все равно перенаправляют сюда, чтобы разобрались по месту. А кто тут будет разбираться? Куликов, который дал разрешение на эту стройку? Или депутаты, которые землю выделяли? А может, прокурор города вот возьмет, встанет не с той ноги и возбудит дело против своей кумы, да? Лен, ты у нас тоже со связями. Ви, ты о чем? Да о том. Тебе что, сложно с бывшим поговорить? Отлично. Кто еще так считает? Я так считаю. Ты в первую очередь не его бывшая жена, а директор школы. А он не твой бывший муж, а мэр города. И разобраться с этой стройкой вполне в его компетенции. Вы это серьезно? У меня ощущение, что я одна в курсе, с кем теперь живет мой бывший муж. Лена. Ну что, Лена? Мам. Подожди меня на улице. Дверь закрой. Хорошо. Я поговорю. Вот прямо сейчас поеду и поговорю, чтобы больше не возвращаться к этому вопросу. Я бы уволила секретаршу из такой кофе. Не меняй тему. Доценка, ну не будь занудой. Что ты заводил? Нормы, 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 нормы. Нормы, нормы. Послушай меня. У меня уже 10 писем из области. Все с требованием разобраться с твоей стройкой. Понимаешь? Требуют, требуют, так разберись. Ну позвони Куликову, пусть он еще раз подпишет, что стройка проводится с соблюдением всех правил. Да при чем тут Куликов? Ну не дай бог, что со школой случится? Ну как ты это представляешь себе? А, так вот в чем дело. Ты о своей бывшей заботишься. Слушай, не начинай. Да я начинаю? Ты думаешь, это она из-за школы везде пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу? Это она мне и заодно тебе жизнь портит. Лена, не такая. Какая не такая? Она что, не баба, который мужик изменял? Послушай, при чем здесь все это? При чем здесь это к стройке, которая нарушает городскую систему водоснабжения? И согласно вот этим вот отчетам независимой комиссии, все черным по белому обозначено. Хочешь почитать? Почитай. Да выбрось ты ее. Кому это вообще нужно, кто это читать будет? У нас 70% частного сектора со своими скважинами. Остальные 30% пусть сидят без воды. Что тебя это беспокоит? Да потому что, Томочка, у меня скоро выборы. Я не хочу ссориться с избирателями. Ты это серьезно? Да, я серьезно. Какие у тебя могут быть проблемы с избирателями? Построишь им еще пару детских площадок? Или я в крайнем случае тебе отсыплю пару тонн гречки? Ладно, будем решить проблемы по мере поступления. Я звоню Куликову. Звони. Ты сейчас куда? На бокс. Опять? А если руки сломаешь? Мам, ну ты же понимаешь, что руки будут в перчатках. Да и рихтер из меня не наш. Все потому, что ты мало занимаешься. А ты куда? К мэрию. К папе? К папе, к папе. Окна попросите, или снова нас делить будете? Нет, по поводу стройки. Делать тебе нечего. Вот потому что все так думают, мы так и живем. Как так? Буду через два часа. Машку забери из сада и сразу домой. Хорошо. И не следите, голодные. Хорошо. Ну все, приехали. Давай, Сань, пойдем со мной на разведку. Оля, пойдем. Можно я в машине жить буду? Оль, ну здесь свой юмор неуместен. Пойдем. Надежда Федоровна, это мы. Приехали, открывайте. Давай, давай. Ты что, с ума сошла, так пугать? Симон, подслушивать вообще-то нехорошо. Да, я, между прочим, ради тебя стараюсь. Спасибо. Кто там? Гаргона. Прекрасно. Ты что, меня выгонят? Здесь будет достаточно. Лена? Елена Николаевна, у меня посетитель. Можете подождать? Нет, нет, я ухожу. Ну, почему же оставайся? Это тебя тоже касается. Извини, не хочу слушать твою надеву. Тома, перестань. Все, все, я ухожу до вечера. Думаешь, поймала Бога за бороду? Думаю, да. Я так понимаю, ты пришла по поводу стройки? Правильно понимаешь. Вить, вот скажи, ты когда разрешение давал на весь этот беспредел, чем думал? Тебе что-то не нравится? А мне все не нравится, понимаешь? Все, мне не нравится грохот за окном, то, что пилят полувековые деревья, то, что здание школы трещит по швам. Ты что хочешь, чтобы нас всех там завалило? Лена, послушай, мне кажется, ты все слишком драматизируешь. Хочешь узнать мое мнение? Я лично считаю, что торговый центр лучше, парка с кучей местных алкашей и наркоманов. Да? Да. А то, что эта стройка незаконная. Ошибаешься. У застройщика есть все разрешительные документы. Не сомневаюсь. И примерно представляю, как застройщик эти документы получил. Короче, что ты хочешь? Чтобы я сказал Тонке, все, сворачивайся. Забудь свои деньги, которые ты перевела в бюджет города. Деньги. Главное, деньги. Да, Вить? Дети, здоровье, парк, жизни. Это все такая ерунда. Послушай, не передергивай. Мы с тобой оба знаем прекрасно, что здание старое и давно уже требует капитального ремонта. Да с этой стройкой школе уже никакой ремонт не поможет. Так, ну, я понял, что это все пустой разговор. В конце концов, город к твоей школе не имеет никакого отношения. Ты это прекрасно знаешь. Здание висит на балансе завода. Там есть свое руководство. Ты прекрасно это знаешь. Чего ты мучаешь меня? Иди к ним со своими вопросами. И задавай это все бурому. А мне, извини, работать пора. Это твое окончательное слово? Да. Знаешь, Вить, смотрю я на тебя и думаю. Как я с тобой столько лет прожила? А как я с тобой? Да ты же... Так, понятно. Виктор Владимирович, я на обед. Ты же помнишь про отчет к пяти? Да, конечно. Я быстренько. Т Creация. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА